Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире «Формула права». С вами я, Анастасия Браичева. Обсуждаем сегодня тему вопроса страхования. Сразу скажу, что гостем сегодня программы «Экспертам» у меня в студии присутствует Ирина Корецкая, партнер компании «Страховой брокер ФинАссист». И вот эту тему мы выбрали, честно говоря, не в связи с тем, что сейчас такие шумные и бурные обсуждения идут в связи с возможным и планируемым повышением выплат по ОСАГО и, соответственно, письмом, который направили страховщики в связи с этим. Мы хотим сегодня обсудить не только эту тему, естественно, мы хотим обсудить какие-то правовые моменты, которые необходимо знать всем в правоотношениях со страховыми компаниями. Такие правоотношения у нас, с одной стороны, есть и обязательно, опять же, возвращаемся к тому же самому ОСАГО, есть добровольные, это страхование имущества, это страхование жизни и здоровья, это, естественно, каска, о чем мы говорим, потому что это, наверное, одно из очень распространенных видов страхования. К сожалению, со страховыми компаниями возникают споры, а я вот предлагаю сегодня нам начать даже не со споров, потому что споры всегда после того, как человек заключает уже договор, получает поле страхования, заплатил, соответственно, деньги страховой компании. И вот в данной ситуации хотелось бы начать с того, на что обратить внимание, когда человек выбирает страховую компанию, когда человек смотрит правила, вообще, наверное, не все из нас правила вообще смотрят, да, начинаем смотреть их, когда у нас уже спор действительно какой-то возник, и мы пишем претензии или собираемся идти в суд. Напомню, телефон студии 6510-99-6, код Москвы-495. Можно позвонить, рассказать вашу историю, какой-то прецедент, который у вас был в взаимоотношениях со страховыми компаниями. Можно также написать на сайт финам.фм, на страничку программы «Формулы права», ваш вопрос, рассказ, историю или то, чем вы хотите связи с темой программы поделиться. Ир, вот что скажешь, на что действительно обращать внимание? С добрым утром, Анастасия, с добрым утром, дорогие слушатели. Ну, в первую очередь, конечно же, необходимо обращать внимание на финансовую устойчивость страховой компании. А как ее оценить? Показатели финансовой устойчивости есть в открытом доступе на сайте регулятора. Можно с ними ознакомиться. То есть политика выплат, политика страхования, она на самом деле видна в цифрах. Поэтому вы всегда можете в целом это оценить. Не только в отношении портфеля конкретной страховой компании, но и в сравнении с другими страховщиками. Также есть рейтинги страховых компаний, на которые также необходимо обращать внимание. Ну и, конечно же, ты совершенно права, необходимо читать договор страхования, читать правила. Правила все разные, условия также. И я бы все-таки посоветовала обращаться за консультацией к юристу не на стадии споров, а все-таки на стадии заключения договора. Это, с моей точки зрения, было бы правильнее. Вот смотри, Ир, ты сейчас говоришь сначала оценить финансовые показатели. Я так себя представляю, при том, что я работаю по экономическим спорам очень много. И, в общем, понимаю, что такое финансовые показатели. Но, тем не менее, я не экономист и не бухгалтер, допустим. Мне было бы очень сложно оценить финансовые показатели. Естественно, большинству наших слушателей, вероятно, тоже сложно. То есть мы должны для того, чтобы выбрать страховую компанию, быть сначала экономистами, а потом юристами, чтобы прочитать правила. Ну вот немножко утопия. Это точно так же, как мы должны быть автослесарем, чтобы починить машину. Ну, нереально. И, соответственно, вот в этой ситуации, может быть, какие-то детали в конкретных видах страхования, на что бы ты посоветовала внимание обратить? Сразу у меня в голове, например, каска. Потому что есть одна ситуация, которая очень важна именно в этом виде страхования, и от себя сначала озвучу, которая касается такого страхового случая, как угон. И, соответственно, бывают ситуации, когда автомобиль угнан, например, с находящимися в нем документами. И сразу это перестает быть страховым случаем. И несмотря на то, что вроде бы у вас есть страховка, и вроде бы вы застрахованы от угона, но страховая компания на совершенно законных основаниях может вам не компенсировать и не произвести выплату. И масса других ситуаций. Опять же, ситуации, которые тоже в правилах должны быть описаны, когда на человека нападение происходит. Ну, допустим, вырывают сумочку, в котором, опять же, те же самые документы находятся, ключи от машины, и после этого угоняется автомобиль. Вот здесь на эти моменты обязательно надо внимание обращать, когда выбираешь страховую компанию для такого вида страхования каска. Вот на что еще? Ну, как ты совершенно справедливо упомянула, права и обязанности страхователя и страховщика – это первое, что необходимо изучить при выборе страхования. Вообще страховщика, страховой программы, я не знаю, там чего угодно. Франшиза. Иногда страховщик не… Что это такое? Давай расскажем. Франшиза – это та часть, которая не возмещается, то есть некая сумма, которая не возмещается при наступлении страхового случая. Она может быть условная, безусловная, там все это раскрывается в правилах, на самом деле все это несложно для понимания. Ира, давай вот на секунду остановимся, все-таки на пальцах объясним, что такое франшиза, опять же, условная, безусловная. Вот, допустим, франшизу, мы берем условные деньги, 300 рублей, к примеру. Если у нас сумма ущерба 200, всего лишь 200, а франшиза установлена 300 рублей, то нам ничего не компенсируется, вне зависимости от того, условная она или безусловная. Правильно я понимаю? Если у нас вот эта франшиза 300 рублей, а сумма ущерба 1000, то, соответственно, в одном случае нам компенсируется 700, эти 300 все равно не компенсируются, а в другом случае нам компенсируется вся 1000. Верно я понимаю? Да, совершенно верно. И это, конечно, влияет на тарифы. Но вот, кстати, я обратила внимание, что у нас франшиза, в отличие от европейских, например, стран, я могу оценить, наверное, больше как пользователей все, что связано с автомобилем, у них франшиза как раз достаточно распространена, а у нас, мне кажется, совсем как-то редко. Нет, почему же, ты не совсем, ты не про вас. Все чаще страховщик стал включать франшизу в страховой полюс, поскольку иногда, точнее, даже не иногда, а всегда это влияет на величину страхового тарифа. Поэтому где-то страховщик об этом не упомянул, да, а франшиза у вас все-таки есть. Вы же всегда хотите застраховаться подешевле, ну, так, рядовой потребитель, да. Я как рядовой потребитель хочу всего сразу и подешевле, без всяких франшиз. Но открыв страховой полюс в определенный момент, вы понимаете, что у вас франшиза, и вам тут в данном случае, к сожалению, ничего не возместят. Ну, то есть в данной ситуации, когда человек выбирает, в принципе, себе некую программу страхования, да, и определяет вместе со страховым брокером или сотрудником страховой компании именно непосредственно условия вот этого полюса, от этого зависят тарифы, нужно, по крайней мере, понимать, что такое франшиза, для того, чтобы понимать, нужна она или не нужна. Потому что какие-то мелкие аварии, царапины и прочее, они, например, не будут включены, за них в любом случае не будет получено страхового замещения. Даже не знаю, хорошо это или плохо, потому что в ряде ситуаций нужно оформлять в некоторых, кстати, это тоже момент, в некоторых компаниях даже малейшие царапины, с незначительными выплатами все равно требуются определенные документы, либо от ГИБДД, либо, говорим сейчас, если об автомобилях, либо от милиции, полиции. Ну вот, кстати говоря, крупные страховщики, которые все-таки уже повернулись лицом к клиенту, они ввели такое правило, как оформление нескольких деталей в течение срока действия договора страхования без справок, да, и мне кажется, это правильно. Когда речь идет о фарах, да, о каких-то сколах на лобовом стекле, ну, представьте, вы едете на машине, да, попал в стекло камешек, да, кого вы будете останавливаться, ждать ГИБДД, ну, понятно, что это утопия, да. И вот такие аварии, да, такие вот случаи, они, конечно, оформляются без справок, и это нормально. Я считаю, что выбор в пользу такой страховой компании, он оправдан. Ну, то есть, кстати, мы сразу возвращаемся к тому, что когда человек знакомится с правилами, он должен посмотреть, каким образом происходит вот такого рода ситуация. Конечно, конечно. Обязан ли он в каждом случае предоставлять какую-то бумагу от официального органа, будь то ГИБДД или действительно полиция, либо определенные возможности существуют для того, чтобы небольшие повреждения оформить, просто предъявив сам автомобиль непосредственно эксперту страховщика. Совершенно верно, совершенно верно. Поскольку до заключения договора страхования добросовестный страховщик автомобиль осматривает, он убеждается, что никаких сколов, царапин. А если не осматривает? Ну, как сказать, да, это все бизнес-процессы страховщика, да, это на его уже, как сказать, на его усмотрение. Поскольку он же принимает на себя риск, он в этом первый заинтересован. Ну, а если он, допустим, не осмотрел, и машина была с повреждением на момент страхования? Ну, что ж тут скажешь. То есть можно их потом предъявить? Ну, недобросовестные страхователи, они именно таким образом поступают. Ну, вы же понимаете, да, что... Ну, что за недобросовестные? Никто же не мешал страховщику рассматривать автомобиль. Ай-яй-яй, Анастасия, вот не будем в эту плоскость поворачивать нашу программу. Ну, как вам сказать, долгое время работая в страховой компании, я как раз была нацелена на выявление именно таких случаев, да, ну, как-то это в целом противоречит и моей жизненной философии, да и, в общем, я скажу так, что если мы хотим, чтобы страховщик повернулся лицом к клиенту, то и клиент тоже, в свою очередь, должен действовать добросовестно и также не стремиться обогащаться за счет инструмента страхования, поскольку он таковым, то есть инструмент, да, быть не должен. Но вот в своей практике мы, кстати, сегодня, вот сейчас, точнее, говорим о том, что сегодня очень много уже в эфире обсуждалось, в эфире Владимира Семага тот вопрос, который связан с повышением выплат по ОСАГО и все, что последовало за этим. Соответственно, как раз речь идет о том, и говорилось уже в эфире о том, что существуют люди, которые пытаются недобросовестно обогатиться за счет страховых компаний. Но ведь в моем понимании, в любом случае профессионально, эти люди в ряде случаев, возможно, и имеют такую возможность, извиняюсь за эту автологию, только лишь потому, что изначально страховая компания поступила с этим человеком, мягко говоря, нехорошо, потому что судебные иски, например, в части ситуации, есть ситуации, когда действительно сразу подается иск, не подается вообще документ страховой компании, тут же идет гражданин или его представитель в суд. Но в ряде ситуаций получается, что страховая компания либо выплатила такой мизер, который абсолютно не хватает для реального устранения последствий вот этого страхового случая, либо вообще ничего не выплатила, это тоже очень часто происходит. И в этой ситуации человек вынужден идти в суд и вынужден предъявлять уже действительно те требования, которые ему закон позволяет. Тот же самый штраф начисляется на те суммы, которые взыскал суд, а суд взыщет, если страховая компания в любом случае в чем-то не права. Я нашим слушателям хочу напомнить, что формула права в эфире, вопросы страхования обсуждаем сегодня. Сейчас выслушаем новости и вернемся в прямой эфир. Итак, я напомню, что обсуждаем мы сегодня вопросы страхования. В гостях у меня Ирина Корецкая, партнер компании-страховой брокер FinAssist. Я, кстати, тоже частично приоткрыла тайну, что на самом деле ты работала в юридической службе достаточно долгое время одной из крупных страховых компаний. И поэтому мы сегодня с двух сторон имеем возможность посмотреть на эту проблему. И меня вот тут поправили, как раз когда мы слушали новости, меня поправили, что с точки зрения русского языка правильно говорит страховщик. Но мне кажется, что это уже такой словарь идет профессиональных слов, поэтому все, кто связан так или иначе юридически с этим смыслом называют, конечно, это страховщик. Поэтому мы продолжим, наверное, пользоваться в такой форме этим словом. Но, тем не менее, вопрос, наверное, все-таки не в ударении. Вопрос у нас гораздо более серьезный. Ир, вот мы обсуждали до новостей такой вопрос. Кстати, забыла нашим слушателям телефон сказать. 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Можно позвонить, задать вопрос, связанный со страхованием или с какими-то спорами со страховыми компаниями. Рассказать свою ситуацию, поделиться своим мнением. Также можно на финам.фм, на страничку программы «Формулы права». Ваши какие-то впечатления, вопросы нам сейчас отправить. Мы их обязательно озвучим и постараемся ответить. Обсуждали мы вопрос, связанный с добросовестностью. С одной стороны, добросовестностью человека, который является клиентом или выгодоприобретателем в данной ситуации страховой компании. С другой стороны, непосредственно самой страховой компании. Но, наверное, мы немножко с того, с разных сторон баррикад находимся. Потому что я в таких спорах участвую, когда они действительно уже превращаются в споры, когда у людей есть некие обстоятельства, и они вынуждены идти, например, в суд со страховыми компаниями. Я сталкивалась с совершенно фантастическими отказами, либо фантастическими частичными удовлетворениями, которые выходили за рамки не то что юридического смысла, а выходили за рамки уже какого-то благоразумия, я не знаю, нормальности, на мой взгляд. Это же тоже одна сторона медали. И после этого, естественно, люди идут в суд и говорят, вы мне не сейчас выплатили, а через полгода, только когда мы посудились. Еще же подать нужно, и обязательно подаст страховая компания, как минимум, апелляционную жалобу. Мы помним, месяц у нас срок после решения суда, после того, как оно вынесено, месяц срок на то, чтобы эту жалобу подать, потом ее должны назначить, когда-то ее назначат. В разное время хорошо, если через месяц ее еще рассмотрели, и даже если вступило решение в законную силу, а до этого суд достаточно оперативно рассмотрел спор, все равно у нас выплата, и исполнительные листы выплаты очень нескоро получаются. А если у нас была еще какая-то экспертиза в процессе, который может производиться хорошо тоже, если месяц, а иногда и два, и три месяца может проводиться экспертиза, по объективным обстоятельствам судебное разбирательство доисполнительного листа может происходить достаточно долго. Все это время у человека денег нет, а у страховой компании деньги есть. И вот это действие, любое действие рождает противодействие. Ира, что думаешь на эту тему? Ну, очень животрепещущую, очень интересную тему ты затронула. Я думаю, что она волнует многих. Та практика, которая существует на сегодняшний день, это практика так называемой резки страховых выплат, когда страховая компания режет ту сумму, которую она сама понимает, что будет достаточной для произведения ремонта, она на самом деле сейчас уже утрачивает свою актуальность. Почему? Потому что на отношения, возникшие из договора имущественного страхования, сейчас распространяется закон защиты прав потребителей, который делает совершенно финансово необоснованной эту политику. И я думаю, что вскоре страховщики все-таки умеют считать, они вскоре это все посчитают и от этой практики откажутся. То, что касается ОСАГО, здесь тоже достаточно жестко закон регулирует все действия страховщика, что он может, что он не может, сколько дней он может рассматривать и так далее. То есть здесь, в общем, тоже все планомерно как-то приходит в правовое русло, так или иначе. Поэтому я с оптимизмом смотрю в будущее, на самом деле. Но на сегодняшний момент, согласна с тобой, на самом деле я тоже была и по другую сторону баррикад, потому что у всех у нас есть друзья, знакомые, которые так или иначе с какими-то проблемами сталкивались. Я знаю политику многих страховых компаний, крупных и мелких в отношении выплат. У меня тоже были отказы, которые не укладываются. Ну, то есть, так скажем, были отказы, которые даже не были обоснованы вообще документами. Разумными, по-человечески. Нет, там даже не было никаких доводов. Просто приходит Илья и говорит, а мы не хотим. Даже и письменного никакого отзыва на иск нет, потому что он сам понимает, ему нечего написать. То есть просто нет. Ну, конечно, в этом случае я считаю правильно. Если нет, тогда страховщики должны платить. Но ведь в этой ситуации получаются, такие обстоятельства у нас получаются, что если страховая компания значительную для человека, даже специально не озвучиваю цифры, для кого-то дорого, для кого-то миллиард условный, но если значительную цифру недоплатила, по его мнению, страховая компания, он пойдет в суд. А если эта сумма для него не столь значительна, он просто в суд не пойдет. И у нас что получается? Что, по крайней мере, по маленьким относительно, ну или условно, или усредненно, как угодно, выплатам страховая компания, ну хорошо, из 10 человек, из 100 человек, я не знаю, есть такая статистика или нет физически, поправь меня, Ир, если есть, но из какого-то числа людей, большинство в суд не пойдет, по небольшим цифрам, но обратиться 1, 2, 3, ну и можно произвести выплату. Я думаю, что даже и штрафы можно произвести, и все равно это все в результате окопится. Другое дело, когда сумма столь велика, что, ну очевидно, что если миром не разрешается спор, то человек обращается в суд и уже разрешает его в судебном порядке. Вот здесь как с этим бороться? Вот, допустим, нашим слушателям, которые слушают сейчас нашу программу, как бороться со страховой компанией? Ну, только в судебном порядке. А куда можно написать? Ну, написать, конечно же, можно регулятору написать, но, на мой взгляд, все-таки это в последнее время утратило свою эффективность. Регулятору можно писать только в том случае, если страховщик нарушил сроки. Тогда это действительно эффективно. Во всех остальных случаях регулятор достаточно формально к этому вопросу относится, да, и, так сказать, отправляет людей для решения их насущных вопросов. Все равно в суд. Конечно же, в суд, да, безусловно. А вот по практике, Ир, а чего бояться от потребителей страховой компании? Есть такое что-то или нет? Суд и суд, как суд решит, и когда-нибудь мы там исполним, когда он закончится, этот суд. Я не думаю, что страховщики прямо вот чего-то боятся от потребителей. Я думаю, так вот сразу навскидку такого не приходит в голову. Но из чего-то острого нету. Да нет, нет, ничего нет. Очень жаль. Очень хотелось нашим слушателям было бы сказать, нарушают ваши права вы не только в суд идите, а вот напишите еще какую-нибудь бумагу. Ну, конечно, есть еще общество по защите прав потребителей, но как бы здесь... Но опять же, потребители это только след. До этого у нас тот же самый Верховный суд говорил о том, что страхование это у нас совсем не потребители. И, собственно... А еще до этого Верховный суд говорил обратно. Это же не первый случай в нашей практике, да, когда закон то распространяется на отношения, возникшие с договором страхования, то вдруг не распространяется. Сейчас еще один момент есть достаточно важный. Опять же, без изменений самого закона о защите прав потребителей, в результате того, что вышло постановление Пленума, вот этот штраф 50% в законе вообще не написано, в чью пользу он взыскивается. Там просто нет этой фразы. С изготовителя, производителя и так далее взыскивается штраф 50%. Вот все, что написано в законе. И взыскивался он до этого в бюджет. А сейчас четко разъяснили, что он взыскивается не в бюджет, а взыскивается в пользу потерпевшего. В данном случае страхователя. Ну, потребителя, который обратился в суд. Во-первых, это все-таки определенный мотив добавляет тому же самому потребителю, который идет в суд в результате, потому что он может получить не только необходимую сумму, если докажет эту сумму в суде, но он может еще получить и реальную, скажем так, компенсацию, определенную его страданием или тому факту, что достаточно долго он этим всем занимался. Я говорю, помимо каких-то процентов, которые тот же закон может начислить о защите прав потребителя, помимо расходов на оплаты услуг адвокатов, которые у нас суды взыскивают в крошечных суммах, считая их разумными. Но это как бы отдельная уже тема. Хотя сегодня она очень активно обсуждалась в эфире. Поэтому, да, у меня тоже на эту тему есть свой взгляд. Никогда не забуду, когда выиграли, кстати, со страховой компании порядка 70, если приводить на валюту, тысяч долларов. Судились полтора года, и суд счел разумную сумму на адвоката, то бишь на меня, тысячу рублей. Вот взыскали мне тысячу. Это самый яркий случай, я его до сих пор вспоминаю. Ни в чем себе не отказывала, Анастасия. Ни в чем себе не отказывала. За тысячу рублей полтора года судили, взыскали значительные деньги. Но, тем не менее, и такое тоже бывает. Сейчас, конечно, уже все-таки не в таких масштабах, но, к сожалению, до конца еще никуда не ушло. Ир, вот все-таки расскажи, пожалуйста, если мы в первой части программы начали говорить о том, на что обратить внимание. И все-таки обратить внимание, естественно, не специалисту в экономике, не специалисту, юристу, а человеку жизненно, на что обратить внимание. То есть в любом случае прочитать правила, так или иначе, нужно и желательно. Более того, компании правила вывешивают все в интернет. То есть не обязательно ходить по офисам страховых компаний и просить их на каждый вид страхования, предоставлять им бумажки. Можно это прочитать дома, можно кого-то попросить помочь. По своему опыту могу сказать, что правила, в принципе, имеют юридические заковыки, которые сложно не юристу прочитать, но многие моменты понятны и без специальных юридических знаний. То есть хотя бы здесь нужно, даже не обращаясь к юристу, определенное понимание иметь о том, в чем разница между теми компаниями, которые мы изначально выбираем по тарифам. Вот первое, на что мы смотрим, наверное, это сколько нам нужно заплатить и, собственно, может быть, по знакомству или по привычке, или по удобству расположения, либо знакомый страховой агент. То есть уже вопросы комфорта, рекомендаций, какого-то мнения и рекламы в том числе не исключаю. И плюс тарифы, естественно. Но кроме этого нужно обращать внимание на такие вещи. Допустим, выбрали компанию, заключили договор, произошел страховой случай. Понятно, что, опять же, процедура, она тоже в правилах расписана. Человек обращается в страховую компанию, и там у него возникает спор. Не важно даже сейчас вид страхования какой, а важен сам факт того, что не удовлетворяют его требования, которые человек считает разумным и считает, что его права нарушают. Что делать? Ну, во всех случаях, когда у вас возникает спор по какому-либо договору, даже не важно, договор страхования или какой-либо иной договор, все ваши претензии к вашему контрагенту должны быть зафиксированы документально. То есть вы пишете письменную претензию, либо письмо в адрес руководства, где ясно и четко излагаете со ссылками желательно на ваш договор, на закон, то, с чем вы не согласны. И это письмо сдается под роспись, и на копию у вас остается штамп о том, что это письмо у вас приняли. То есть обязательно у вас на руках должна остаться копия этого документа и подтверждение того, что вы это направили либо по почте, либо лично сдали через канцелярию. С уведомлением обручения. С уведомлением обручения. Желательно с описью. Конечно. У вас тоже остались документы, что именно когда вы направили в страховую компанию, какие претензии это содержало. Я, кстати, дополню еще одним моментом. Мне пришлось с этим столкнуться и по профессиональной деятельности, и просто как клиент страховой компании. Правда, сразу скажу, давно, лично давно. Такое, когда вы пишете заявление в страховую компанию по поводу страхового случая, обязательно копию оставляйте у себя. Я сталкивалась неоднократно, когда страховые компании в одном экземпляре берут это заявление, и второе заявление с описью, они же составляют опись, какие документы, не отдают клиенту. Это очень важный документ, потому что с того момента, когда вы полностью все данные и документы предоставили страховой компании, начинает течь срок выплаты. Мы сейчас выслушаем новости и вернемся в прямой эфир. Итак, мы продолжаем тему вопроса страхования. Напомню, что в студии у меня находится Ирина Корецкая, партнер компании страховой брокер FinAssist. Обсуждаем все, что со страховыми компаниями и, наверное, спорами со страховыми компаниями связаны. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Ваш вопрос, комментарий о жизненной ситуации по теме сегодняшней беседы вы можете также отправить на страничку Finam.fm, на страничку программы «Формула права». И у нас, кстати, вопросы такие есть. Вот читаю один из них. Ира, давай вместе ответим. Добрый день. На что можно максимально рассчитывать по ОСАГО от компании-виновника, если независимая экспертиза насчитала более 140 тысяч рублей? Возьместятся ли отдельно свыше 140 тысяч рублей расходы, понесенные на независимую экспертизу, телеграммы, бензин, несколько раз приходилось приезжать в страховой и писать запросы, и моральный вред. Могу ли я обратиться в суд по месту своего жительства? И еще вопрос. Компания страховая нам рассчитала износ машины 78% и выплатила всего 28 тысяч рублей. Как такое могло быть и как с этим бороться? Задала вопрос Наталья. Ир, что считаешь? Во-первых, все выплаты по ОСАГО осуществляются с учетом износа. Конечно, хотелось бы в первую очередь посмотреть, откуда была рассчитана сумма выплаты. Неплохо бы у страховщика запросить копию того отчета, той экспертизы, которая была составлена по стоимости автомобиля. И, собственно, на результаты которой страховщик опирался, когда делал выплату. Также, к сожалению, из вопроса непонятно, сколько было участников ДТП. Но если было всего две машины, то страховщик выплачивает не более 120 тысяч. Поэтому здесь, конечно, на 140 от страховщика рассчитывать сложно. 120 тысяч еще за минусом износа. Сколько это будет составлять, сложно здесь сказать. Моральный вред, конечно же, страховщик не возместит. Моральный вред не относится к... К ОСАГО не относится. Да, к ОСАГО не относится. Я, кстати, сразу хотела такой момент прояснить нашим слушателям, что с точки зрения с одной стороны закона, с другой стороны постановления пленному Верховного суда, все взаимоотношения по ОСАГО не распространяются на них закон о защите прав потребителей. Моральный вред у нас откуда? Из закона о защите прав потребителей. Вот составная часть вопроса Натальи, может ли она обратиться в суд по месту своего жительства? Она не может обратиться в суд по месту своего жительства, потому что это посудность по выбору из ЦАГО в той ситуации, ну, в данных обстоятельствах, когда мы распространяем закон о защите прав потребителей. Здесь мы не распространяем закон, поэтому нужно обратиться по месту нахождения ответчика, то есть того, с кем споришь. А вот что касается того, как начислили износ 78, не 78, здесь очень важный момент. С одной стороны, можно запросить отчет, посмотреть у страховщика, как нас сегодня поправляют этот сам отчет, правильно он, неправильно произведен, но вот именно по этой причине, ведь это одна из уловок. А уловка в чем заключается? У нас эксперты, которые, оценщики, которые делают оценку стоимости восстановительного ремонта, они работают в плотном, тесном сотрудничестве со страховой компанией. И, соответственно, что у нас получается? Они, естественно, заинтересованы в этом сотрудничестве. Точно так же, как когда человек сам по себе идет делать независимую экспертизу, там оценщик желает, чтобы его клиент был полностью доволен его услугами. Получается, так как оценочная деятельность, на мой взгляд, существует нормативный акт, но регулируется очень слабо, никаких абсолютно, как сегодня тоже, кстати, в эфире об этом говорили, единых методик нет. Соответственно, тот оценщик, который работает со страховой компанией, он насчитает максимально низкую цифру. Я имею в виду общие выплаты. За счет чего это можно сделать? В том числе завышение износа автомобиля. Норма часы, как правило. Но мы же вычитаем износ. И завышение износа, безусловно. Завышение износа, занижение количества работы и тех же самых нормы часов. Пусть мы установим, сколько на данную марку стоит норма час в среднем в данном регионе, допустим. Ну а сколько этих нормы часов нужно? Один оценщик написал одно, другой по деталям. У одного замена, у другого ремонт. То есть здесь масса таких деталей, которые мы не можем оценить, не обладая специальным познанием. Ведь из этого происходит также та политика или правоприменительная практика, когда люди уже вообще перестают в некоторых ситуациях обращаться к страховщику для того, чтобы он произвел свою оценку. Они идут сами, делают независимую оценку. И потом уже в суде выясняют, какая сумма, возможно, там еще какая-то судебная экспертиза понадобится. Потому что вот эти оценки, которые иногда приходят от страховых компаний, они бывают фантастические. Они просто бывают фантастические. Вне зависимости от, кстати, возраста автомобиля. Хотя, кстати, вопрос с износом, он тоже сейчас активно обсуждается. В принципе, нужно ли износ по ОСАГО четко указано с учетом износа. Например, КАСКО одни суды так, другие так. До сих пор нет у нас единого подхода к этой проблеме. Но по большому счету для чего и КАСКО и ОСАГО нужны изначально? Для того, чтобы если человек пострадал, вот у него что-то произошло, какой-то страховой случай, чтобы он имел возможность безболезненно для себя восстановить свое как бы право. Сейчас, Ир, ты скажешь, что наживаться было, а старая деталь стала новая. Ну а старую где купишь? Вот где купить? На разборке ездить? Или как? Каким образом реализовать свое право? Восстановить старую деталь? Старую деталь, во-первых, нельзя ставить на автомобиль. Начнем с того, что есть техника безопасности. И вообще автомобиль это средство повышенной опасности. Конечно же, деталь должна быть поставлена новая. Но та дельта, та часть, которая составляет разницу между старой и новой деталью, это... А меня моя деталь полностью устраивала. Замечательная была, прекрасная деталь. Пока клиент страховой компании в меня, например, не въехал, как у меня совершенно недавно произошло, между прочим. И, в общем-то, я бы не стала менять свою там скольких-то летнюю деталь, или месячную иногда деталь, да, но от этого зависит размер, естественно, износа, на новую. Я не хотела обогащаться таким образом, мало того, что это, в принципе, физически человеку неудобно. Ездил человек на автомобиле, если уж мы затронули автомобильную тему. Ездил, ездил на автомобиле, у него было все хорошо и комфортно, а теперь он на чем-то ездит другом. Далеко не все компании предоставляют замену, кстати, да, автомобиль подменный. Это первое. А второе, вынужден какое-то время ждать, а если это редкая машина. Он, чтобы так обогатиться, он должен три месяца ждать, пока ему эта деталь вообще-то придет, и без нее ездить, если это вообще возможно ездить без детали. Ну, не знаю, Ир, вопрос такой достаточно серьезный. Я считаю, что все-таки такого рода спорные вопросы должны компенсироваться за счет нарушителей. Вот кто нарушил, тот этот риск, пусть он и будет спорный, тот и компенсирует. Если у нас вместо этого риска выступает страховая компания, значит, по идее, должна тогда компенсировать она. А уже страховая компания пусть со своим клиентом сама разбирается, как хочет. Да, подозреваю, что твоя точка зрения очень близка, наверное, большинству наших слушателей, но все-таки, если говорить о страховании как о финансовом инструменте, то все-таки он не должен служить инструментом для обогащения, потому что если стояла старая деталь, вам, ну, как сказать... А для чего тогда оно должно служить? Должны заплатить ровно столько, сколько стоило эта старая деталь. Ира, для чего служить? Вот не инструмент обогащения, если мы это называем обогащение. А для чего тогда? Восстановление нарушенного права. Но нарушенное право, восстановление нарушенного права в случае... В рамках стоимости старой детали. Мне разбили автомобиль, у меня был целый автомобиль. Услышала тебя, услышала тебя. очень разделяет твою точку зрения. Безумно с ней согласна. Особенно как пользователя автомобиля. Особенно как пользователя автомобиля. Но не могу убить в себе юриста, понимаешь? А я считаю, что юридическая точка зрения тоже правильная. Ир, давай отлечемся. Я напомню нашим слушателям 6510-99,6 код Москвы 495. Это телефон прямого эфира. Обсуждаем мы сегодня вопрос страхования. Вопросы также или комментарии можно на finam.fm на страницу формулы права написать. Но у нас есть слушатель, который хочет выйти в эфир. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите такой вопрос. Положим, компенсация за машину от страховой компании составила условно 50 тысяч рублей. Ремонт машины обошелся условно в 70. Разницу может ли заплатить тот, кто совершил ДТП? Виновен в ДТП? А вот единственный у меня сразу, Николай, вопрос такой уточняющий. Вы просто сказали такую фразу компенсация за машину. Надеюсь, речь не идет о том, что машина восстановления по мнению отчета и оценщика не подлежит. Нет, 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 нет. Не в этом дело. То есть просто ущерб. Выплатили 50, а реально 70. Да. Ир, что скажешь? Это КАСКО или ОСАГО? А это КАСКО или ОСАГО? ОСАГО. ОСАГО. Выплатили, ну, с учетом износа, да, 50? А оценку не производили автомобили, да? Нет, ну, это вообще гипотетический вопрос. То есть вот у меня, условно, был случай, когда я был виноват в ДТП. И с вас застали эту разницу? Нет, нет. То есть я как бы отмахнулся от этого, условно, да, но этот вопрос вообще как бы интересен. Вот должен ли виновник ДТП возмещать разницу между ремонтом и выплатой ОСАГО? Отвечу на ваш вопрос, Николай. Виновник возмещает только в том случае, если лимита выплаты недостаточно для покрытия всех расходов, да, в данном случае. То есть если бы, допустим, ущерб составлял у вас 300 тысяч, да, а страховая вам выплатила только 120, то вот оставшуюся вот эту часть, эту дельту, да, вы взыскиваете с виновника. Вот в таком. Николай, на секунду перебью вас. Это вот сейчас мы с тобой бурно обсуждали вопросы износа, а ведь здесь может быть и как раз аналогичная ситуация. Условные 70 тысяч рублей, это те деньги, которые реально надо потратить на ремонт. Но за вычетом износа получилась компенсация 50. Мы сейчас даже не оспариваем там правильно, неправильно, это могло быть объективно, правильно. Такое может быть, да. Вот эти 20 тысяч рублей. Вот, Николай, я, например, если у вас аналогичная ситуация, я честно скажу, я считаю, что эти 20 тысяч рублей можно взыскать с виновника. Потому что, в конце концов, если бы не было ДТП, если бы виновник не нарушил какие-то правила, то в такой ситуации вы бы этим вопросом вообще не задавались и не потратили бы эти дополнительные 20 тысяч рублей. Но здесь вопрос реально спорный. А как посмотрит суд на вашу точку зрения, Анастасия, это тоже вопрос. Я знаю, как смотрит, но, к сожалению, по-разному. Иногда смотрит и положит. Попробовать можно. Николай, действительно, иногда в некоторых ситуациях можно эту разницу взыскать. И более того, вот по поводу морального вреда, кстати, на секунду отвлекусь, у нас еще в вопросе Натальи был вопрос по поводу морального вреда. Сразу хочу сказать, что даже в случаях, когда у нас вне зависимости от страховых компаний с виновников, взыскиваются какие-то требования в связи с тем, что человек виноват в дорожно-транспортном происшествии, моральный вред не взыскивается. Потому что по закону у нас моральный вред может быть взыскан только в случаях, прямо указанных в законе. А нарушение правил ДТП, причинение имущественного вреда, если это не подпадает, естественно, по действию закона о защите прав потребителя, у нас в законе не указано, поэтому в принципе не взыскивается моральный вред. Николай, спасибо за звонок. Знаю, что у нас еще вопросы есть. Вот Петр на линии. Слушаем вас, Петр. Да, здравствуйте. У меня фактически развитие предыдущего вопроса. Если экспертиза после ДТП как страховой, так и независимой считает повреждения с учетом износа, есть ли какие-то шансы потом все-таки взыскать полную сумму ремонта? Именно какие основания для обращения в суд к виновнику? А вот сразу скажите, Петр, речь об ОСАГО тоже идет у нас? Да, речь идет чисто об ОСАГО. Речь об ОСАГО. Ир, что скажешь? Я боюсь, что мы сейчас так бурно начнем спорить, потому что что Николай, что Петр задают, в общем, острый вопрос, который стоял и стоит в правоприменении. Потому что фактически у меня был автомобиль, да, а если он, допустим, взять ДТП не на ходу, у меня нет автомобиля. Но на самом деле... Если без износа, я не могу его отремонтировать. Ага. На самом деле, отвечу таким образом, что мне известны случаи из практики, когда вот эту вот дельту износа, да, ее взыскивали с виновника. И такие случаи есть. И сейчас суды начинают идти по этому пути. Какой будет наша правоприменительная практика в будущем, сейчас сложно сказать, да. Но таких дел появляется все больше. Настораживает это лично меня, да. Меня не настораживает. Тем не менее, попробовать можете. Ну, смотрите, Петр, ответ вот кратко звучит следующим образом. Мы сейчас, не вдаваясь цифрой и правильность их подсчета, сам факт износа, да, то, что страховая по ОСАГО вам посчитала с учетом износа, это абсолютно правильно. И независимая экспертиза должна была сделать то же самое. А, соответственно, можно ли эту разницу дельту взыскать? Я считаю, что можно, но в любом случае, скорее всего, придется через суд. Выслушаем новости, вернемся к обсуждению нашего вопроса. Мы продолжаем обсуждать тему вопроса страхования. У меня в студии Ирина Карецкая, партнер компании, страховой брокер ФинАссист. Напомню, телефон студии 651099,6, код Москвы 495. Ваши вопросы, комментарии можно также написать на сайт ФинАм.ФМ. У нас есть еще звонки. Ну, давайте Александр, он ждет давно. Слушаем вас, Александр. Да, здравствуйте, я из Москвы звоню. У меня вопрос по поводу амортизации автомобиля, то, что считается. О каком обогащении здесь вообще, в принципе, может идти речь, когда автомобиль, допустим, ударили, даже поставили на него там новые бампера, капоты, фары и так далее. Денег-то в кармане не прибавилось от этого, да? Денег в кармане не прибавилось, а автомобиль все время потерял. Я его иду продавать, и мне человек говорит, ты хуй, родной, да он же у тебя битый. Соответственно, он у тебя стоит уже значительно дешевле. Соответственно, тут будет, даже с учетом новых деталей, речи об обогащении идти вообще в принципе не может. Ну, вот смотрите, Александр. Я все равно в бытке остаюсь. На самом деле мы с вами даже не спорим. Я так понимаю, что Ира сегодня призналась, что она состоит в этом эфире из двух частей. Одна из них это автовладелец и пользователь автомобиля. И эта часть ее абсолютно согласна со всеми нашими доводами. Другая часть юрист и, собственно, человек, который много лет проработал в компании страховой. Именно поэтому она принимает иногда другую сторону. Но здесь ситуация, кстати, такая. Еще определенное количество времени назад, когда мы обращались в суды, мы взыскивали, а оценщики нам оценивали и делали заключение не только о стоимости восстановительного ремонта, но и об утрате товарной стоимости, кстати. И это тоже считалось у нас убытком и взыскивалось. Но, как правило, не со страховых компаний, потому что это не входит в программу страхования, уж точно не входит в ОСАГО. Это взыскивалось непосредственно с виновников. Я, в принципе, полагаю, что можно и сейчас с утратой товарной стоимости, это убыток, действительно, который по статье 15 Гражданского кодекса можно взыскать. В любом случае, вот, как бы, может быть, немножко закругляя вопрос, связанный с износом, потому что он действительно открытый, и мы не можем сегодня поставить точку и сказать нашим слушателям, что вот по закону так и никак иначе, по крайней мере, если это не касается ОСАГО, по ОСАГО на сегодняшний момент, так и никак иначе износ учитывается. А вот можно ли взыскать разницу и как поступать в случае КАСКО? Вот в этой ситуации, конечно, кстати, в случае КАСКО нужно вообще-то правила посмотреть. Возвращаясь к началу программы. Я скажу вам секрет, на самом деле, в течение достаточно долгого времени суды взыскивали утрату товарной стоимости именно со страховщика, несмотря на правила, даже если в правилах написано, что это не относится, не может быть выплачено в качестве страхового возмещения, суды все равно принимали сторону страхователей. На самом деле, страховые споры, они приобрели достаточно такой объем большой, только с введением ОСАГО. До этого суды вообще очень мало разбирали страхование, вообще не хотели в страхование вникать. На самом деле, мы должны быть очень благодарны закону об ОСАГО, именно тем, что и судьи стали вникать в договоры страхования, стали все чаще понимать страховщиков, разбираться, из чего этот договор страхования состоит и почему это именно так. То есть, опять же, с оптимизмом смотрю в будущее. Ирина, ты вообще оптимист, а я считаю, что если сегодня права нарушены, надо сегодня их и защищать. Согласна, я же не спорю об этом. Если есть факт нарушения права, понятно, что его еще в суде надо доказать свою позицию. Не просто я клиент или я потребитель, поэтому я пришел в суд и все выиграл. Иногда и такие точки зрения, кстати, высказываются, но далеко это все не так просто, хотя, может быть, действительно на стороне потребителей у нас частенько стоят суды, но не в таком вот, где-то не принимают уродливых форм, может быть, есть какие-то эксклюзивные, наверняка есть какие-то эксклюзивные решения суда, но в целом я бы так их не охарактеризовала. Есть у нас еще звонки, давайте Виктора выслушаем. Виктор, слушаем вас. Алло, Виктор, вы в эфире. Добрый день. Здравствуйте. Спасибо, у вас очень интересная программа. И вот сегодня я произвучал не менее интересный вопрос, который, к сожалению, остался без ответа. Есть ли фактор, который боятся страховщики, которые желают сэкономить за счет клиента? Ну вот я Ирине сегодня этот вопрос уже задала, надеясь на то, что он в принципе существует. То есть мне, естественно, и как ведущей программы, и как юристу, мне хочется какую-нибудь волшебную палочку в руки, вот откровенно говоря, и сказать нашим слушателям, и знать самой, естественно, что можно написать вот туда-то и что-то произойдет. Можно тогда свое на эту систему сказать? Конечно, конечно. Мы получаем договорный процесс, в результате которого один участник, то есть страховщик, имеет желание получить прибыль за счет второго участника, то есть клиента. Причем делает он это восхоженно. Ну, уголовный кодекс это рассматривает 152-151-мам. Нет, я все-таки с вами не соглашусь. Спасибо большое за мнение, потому что, ну, все-таки давайте понимать, что есть предпринимательская деятельность, которая является законной, регулируется и не имеет, самое главное, корыстный умысел путем обмана. Это 159-е, я сейчас говорю, или злоупотребление, мошенничество, а кража – это тайное хищение. Мы все прекрасно понимаем, что когда мы идем, покупаем молоко в магазин или хлеб, мы тоже приносим прибыль определенным магазинам, посредникам, заводам, дай бог, еще кому-то, да, целой цепочки. Просто покупаем молоко для того, чтобы пить. И кроме ОСАГО, вот единственный момент ОСАГО – это то, что должно жестко регулироваться законом, очень жестко, потому что ОСАГО, оно так и называется – обязательное страхование. Во всем остальном мы можем страховать, можем – нет. Нас никто не принуждает, а если есть случай принуждений, ну да, это уже нарушение. Ир, я предлагаю сейчас выслушать, у нас просто еще есть два звонка времени, у программы осталось немного, чтобы успеть ответить на вопросы. Юрий, слушаем вас, здравствуйте. Алло, это я в эфире. Да, это вы сейчас в эфире, и мы вас слушаем. Вот у меня такой вопрос, а почему нельзя, вот как у меня машина, допустим, 91-го года, почему я по ОСАГО не могу прийти и сказать, вот она 150 тысяч стоит, вот на эту сумму меня и застрахуйте, чтобы потом не было эксцессов. Попал я в ДТП, не попал, неважно, вот 150 тысяч. Другой может за 200 ее застраховать. Почему так нельзя сделать? Я не понимаю немножко, Юрий, у вас вопрос по ОСАГО? Да, ну это ОСАГО, это та же страховка, что была раньше, только сделали ее, принудил. Юрий, спасибо, спасибо за вопрос. Кратко, да, Ир, мы с тобой немножко в телеграфном стиле уже. Мне кажется, что Юрий просто не совсем правильно понимает разницу между КАСКО и ОСАГО, да, в данной ситуации. ОСАГО жестко регулируется, размер выплаты жестко регулируется. Есть дополнительное страхование, но, пожалуйста, тогда нужно за дополнительным страхованием ответственности обратиться в ту страховую компанию, которая... Которая тебя устраивает, в первую очередь. И по тарифам, и по правилам, да, это уже не важно. А что касается вопросов, в принципе, я понимаю, о чем Юрий хотел спросить, кратенько, Ир. Он считает, что его машина стоит 150, ему оценивает страховая компания, говорит, нет, она стоит 200, и тариф рассчитывает из 200. Ну, вы знаете, обычно, когда страховщики оценивают автомобиль, они опираются все-таки на нормативы определенные, да, есть там сборнички, я не помню сейчас, да, как они называются, но... Амбарные книги. Да, такие амбарные книги, да, где примерно указана стоимость того или иного автомобиля. И страховщик исходит в первую очередь... У меня была ситуация, кстати, вот личная такая ситуация, когда у меня был автомобиль, которых в амбарных книгах не было, скажем так. Вот это была реально большая проблема, потому что страховщику нужно было, чтобы меня... Я прекрасно понимала, сколько стоит моя машина, реально, но страховщик, да, все время теперь уже поправляемся, должен был, естественно, сам определиться, что вот, а он считает вот так, потому что... Есть же документы о приобретении автомобиля, да, я думаю, что... Это когда он новый, а если он куплен год назад, а если два, а если три, тут уже определенные расчеты... Ну, даже если он куплен два или три года назад, все равно есть определенная методика исчисления износа, да, по тем же правилам страховщика, поэтому здесь, в общем, я не думаю, что должна была быть какая-то серьезная проблема. И еще есть один момент тоже вот к вопросу Юрия, это уже такой практический, на самом деле, момент, не столько юридический. Бывает так, вы пришли в одну компанию, вам оценили в 200 тысяч, но придите в другую компанию, в третью, или просто позвоните, узнаете, я думаю, что... Я сталкивалась с тем, что абсолютно разные оценки фигурируют в разных компаниях. Они, может быть, одними и тем же им книгами и пользуются, амбарными, но применяют их как-то по-разному. В конце концов, можно прибегнуть также к помощи оценщика и уже апеллировать каким-то документом, да, либо страховая компания с ним согласится и примет ваш документ. Она же не обязана согласиться, можно просто потратить деньги. Нет, не обязана, но это, тем не менее, является тоже каким-то аргументом, да, для страховой компании. А, в принципе, этот аргумент может сработать? Да, может, конечно. То есть это реальная вещь, а не фантастическая. Страховщики любят клиентов на стадии заключения договора страхования именно тогда, да. Логично. Поэтому стоит попробовать. Ира, еще звоночек у нас есть, Рустам на связи. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, Кратик. У меня такой вопрос. Скажите, вот в случае, если ты попадаешь в ДДП, помимо ущерба, да, нанесенного самому автомобилю, который компенсируется потом в виде ремонта, либо выплаты, ведь есть момент, что автомобиль теряет свою стоимость при последующей продаже. А вот о чем мы сегодня говорили, утрата товарной стоимости. Есть такое даже заключение об этом. Мы сегодня говорили об этом, Рустам. Рустам, кратенько совсем скажу, что есть такое понятие, как утрата товарной стоимости. Это утрата товарной стоимости. Раньше суды очень активно взыскивали, оценщики, соответственно, в любом заключении о стоимости восстановительного ремонта содержался пункт о величине вот этой утраты товарной стоимости. В принципе, ничто не мешает сделать и сейчас, но практика разная. Хотя в большинстве случаев это тоже можно взыскать. Но это такой же спорный вопрос, как и вопрос с износом. Какой-то суд взыщет, какой-то суд не взыщет. Но взыскивается это не с страховой компанией, естественно, а уже с владельца, ну, виновника по ДТП. Рустам, мы сейчас чуть-чуть возвращаемся, как раз буквально на 15, наверное, минут назад в нашу программу, когда Ира сказала, что несмотря на то, что в правилах очень часто, особенно по КАСКО, содержится прямое указание, что утрата товарной стоимости в страховое возмещение не включается, суды взыскивали со страховых компаний. Сейчас практика меняется и вполне возможно два варианта. Опять же, один вариант, когда взыскивается с виновника ДТП, а второй вариант, когда вообще суд отказывает в этом. Ну, вот, к сожалению, и то, и другое возможно. Рустам, спасибо за звонок. У нас, на самом деле, осталось прям две минуточки. Как всегда, мы не успеваем все обсудить, что хотелось бы обсудить. Ира, ну, вот какое-то резюме с твоей стороны для тех клиентов, которые, я сейчас такое слово скажу, пострадали от действий страховой компании. Понимаем, что это слово оценочное, но сам факт. Таких людей, к сожалению, много. Может, я в силу своей работы сталкиваюсь только с такими людьми, но я и в своей личной жизни. И вот, как ты говорила, в жизни своих знакомых, друзей, родственников, они же все приходят с этим вопросом, но все равно ко мне. Или рассказывают, а у нас, наоборот, все здорово, у нас все хорошо. Вот кратенько, максимум минутка у нас, прям чуть-чуть времени. Спасибо. Я считаю, что в этом случае, в первую очередь, нужно адекватно оценить свои силы, если вы готовы спорить со страховщиком в суде. То есть, все-таки, необходимо обратиться к юристу за профессиональной юридической поддержкой в этом случае. И он вам в целом может рассказать о ваших шансах на выигрыш или на что вы можете рассчитывать в случае удовлетворения ваших исковых требований. Ну и желаю всем удачи в споре со страховщиками. Я надеюсь, что в будущем все-таки страховщики повернутся лицом к клиенту. Собственно, как и клиент тоже не будет ожидать от страховщика больше, чем он должен получить подговор. Я вот буквально слушаю новости последних двух дней с известными обсуждаемыми событиями. Слушаю, у меня в голове почему-то, при том, что я юрист, но я же при этом не перестаю быть человеком, таким же клиентом страховых компаний или таким же автовладельцем, если говорить о автомобильном страховании, у меня почему-то в голове крутится все время, что нас воспринимают как дойных коров. Вот честно. Это такое же резюме, может быть, не юридическое. Потому что такое количество, к сожалению, отказов, которые мотивированы либо чем-то фантастическим, либо потом не подтверждаются в суде, существует, наверное. Если все-таки, как ты говоришь, страховщики повернутся, страховщики, уже профессиональный такой термин, повернутся к нам лицом, то, может быть, и, соответственно, таких ситуаций тоже будет меньше. Я тоже на это очень надеюсь. Напомню, что Ирина Корецкая была у меня в студии, партнер компании, страховой брокер «Фин Ассист», «Формула права» каждый четверг с 11 до 12 в прямом интере. Ирина Корректор А.Кулакова